Привет, друзья! Мы нашли лекции из цикла под названием «Текущие проблемы анализа ценных бумаг», которые Бенджамин Грэм читал в Нью-Йоркском финансовом институте с сентября 1946 по февраль 1947 года в послевоенные годы. Самое интересное то, что многие закономерности, происходившие почти 80 лет назад и рассказанные Грэмом, можно встретить и на сегодняшнем рынке акций. Специально для зрителей канала «Финансграмм» мы перевели эти лекции в полном объеме и будем выкладывать их по мере появления спонсоров. Для лекций Грэма создан отдельный плейлист, где вы легко сможете их найти. Приятного просмотра! Современные проблемы анализа ценных бумаг Позвольте мне поприветствовать всех вас на этом цикле лекций. Такое большое количество слушателей – это комплимент институту и, возможно, лектору. Но это также является определенной проблемой, ведь мы не сможем с вами провести этот курс в неформальной обстановке или за круглым столом. Тем не менее, я приветствую как можно больше обсуждений и умных вопросов, но я оставляю за собой право прервать дискуссию или не отвечать на вопросы в интересах продолжения курса. Я уверен, вы все понимаете нашу проблему. И я надеюсь, что вы решите, что ваше время и деньги будут потрачены с пользой. Но я хочу добавить, что целью данного курса является только предоставление иллюстративных примеров и обсуждений, а не предоставление практических идей для операции на рынке ценных бумаг. Мы не несем никакой ответственности за все, сказанное в рамках данного курса, и поскольку мы сами занимаемся бизнесом, мы можем иметь или не иметь интерес к каким-либо ценным бумагам, которые упоминаются или обсуждаются здесь. Это тоже проблема преподавания, с которой мы знакомы на протяжении многих лет, и мы хотим покончить с ней как можно скорее. Тема этого курса – современные проблемы анализа ценных бумаг, и она охватывает довольно широкую область. Собственно, идея состоит в том, чтобы попытаться привести наш учебник «Анализ ценных бумаг», которым написали с Додом, в соответствии с современными требованиями в свете опыта последних шести лет, прошедших с момента публикации редакции 1940 года. Предмет анализа ценных бумаг можно разделить различными способами. В первом случае он может состоять из трех частей – методов анализа ценных бумаг, оценки обыкновенных акций, а также отношения аналитика с рынком ценных бумаг. Другим способом разделения может быть рассмотрение аналитика, во-первых, как следователя, в роли которого он собирает воедино все соответствующие факты и преподносит их в наиболее приемлемой и разъясняющей форме, а затем рассмотреть аналитика как судью ценностей или же оценщика. Это первое разделение предмета, на мой взгляд, весьма полезно, поскольку на Уолл-стрит есть обширное поле деятельности для людей, чья работа будет заключаться главным образом в том, чтобы переваривать факты и воздерживаться от вынесения суждений об этих фактах, предоставляя это другим людям. Такое исследование только фактом может быть очень полезным, ведь суждение аналитиков по ценным бумагам настолько сильно зависит от сегодняшних рыночных условий, что большинство из нас, боюсь, не в состоянии выразить суждение об оценке как хорошие аналитики. Мы почти всегда действуем как смесь экспертов рынка и экспертов по ценным бумагам. Я надеялся, что за эти годы ситуация несколько улучшится, но должен признаться, что не увидел особенных изменений. В последнее время аналитики действуют на Уолл-стрит практически так же, как и всегда, то есть одним глазом следят за балансом и отчетом о прибылях и убытках, а другим за биржевым тикером. Возможно, в этой вводной лекции будет лучше рассмотреть третий аспект работы аналитика по ценным бумагам, а именно его отношение к рынку ценных бумаг. Это немного интереснее, пожалуй, чем другие подразделы, и я думаю, что это будет уместно в качестве вводного материала. Нужно понимать, что инвестиции – это не только вложение денег в акции, облигации или вклады с фиксированной доходностью. Порой вложение в собственное образование позволяет выйти на более высокий уровень дохода и приносит гораздо больший процент от вложенного. В Академии Эдисон есть комплексная программа «Коммерческий директор», направленная на людей, которые хотят занять топовые позиции в компании и улучшить финансовые показатели бизнеса. Вы научитесь эффективно взаимодействовать с отделами финансов, логистики и маркетинга, создавать эффективный отдел продаж, работающий по четкой системе, выстраивать стратегии и управлять рисками. Вы будете учиться у настоящих профессионалов. К примеру, среди экспертов курса преподаватель Стэнфордского и Колумбийского университетов ИСКА Кадизос, глава компании RP-консалтинг Максим Поташов, преподаватель Гарвардской школы бизнеса Джон Стертевант и многие другие. По промокоду FINANCE вы получите скидку 65% на курс «Коммерческий директор» от Академии Эдисон. Переходите по ссылке в описании или QR-коду, который вы видите на экране, и прокачайте уровень вашего образования уже сейчас. Правильное отношение аналитика по ценным бумагам к фондовому рынку вполне можно сравнить с отношением мужчины к своей жене. Он не должен обращать слишком много внимания на то, что говорит женщина, но он не может позволить себе полностью игнорировать ее. Именно в таком положении находится большинство из нас по отношению к фондовому рынку. Рассматривая поведение фондового рынка за последние 6 лет, мы придем к выводу, что он ввел себя примерно так, как можно было бы ожидать, исходя из прошлого опыта. Начнем с того, что он то поднимался, то опускался, и разные ценные бумаги вели себя по-разному. Позвольте мне воспользоваться случаем и указать на некоторые особенности, которые могут заинтересовать аналитиков ценных бумаг. Я считаю, что в поведении акций за последние 6 лет есть два элемента первостепенной важности, которые аналитик должен распознать. Первый – это принцип непрерывности. А второй – это то, что я бы назвал принципом обманчивой избирательности на фондовом рынке. Во-первых, что касается непрерывности. Если оценивать рынок ценных бумаг в течение длительного периода времени, то необычным в нем является тот факт, что он не движется по касательной постоянно, а остается на непрерывной орбите. Когда я говорю, что он не движется по касательной, я имею в виду тот простой факт, что после значительного роста фондового рынка Он не только сильно падает, но и опускается до уровней, к которым мы ранее привыкли. Таким образом, мы никогда не видели, чтобы фондовый рынок в целом уходил в новые области и оставался там постоянно, потому что происходило постоянное изменение основных условий. Я думаю, что вы ожидали бы таких новых отклонений в ценах на акции. За последние 30 лет, период в течение которого я наблюдал за рынком ценных бумаг, у нас было две мировые войны. У нас был огромный бум и огромная дефляция. Сейчас мы переживаем атомный век. Таким образом, вы вполне можете предположить, что рынок ценных бумаг действительно мог постоянно трансформироваться в то или иное время. Так что прошлые записи могли бы быть не очень полезны для оценки будущих ценностей. Эти замечания, конечно, относятся к событиям, произошедшим после 1940 года, когда в последние несколько лет рынок ценных бумаг поднялся до уровней, которые не были беспрецедентными, но были высокими по сравнению с прошлым опытом. Аналитики по ценным бумагам, как правило, полагали, что для цен на акции был установлен новый уровень стоимости, который значительно отличается от того, к которому мы привыкли ранее. Вполне возможно, что отдельные акции в целом стоят больше, чем раньше. Но не факт, что они стоят настолько больше, чем раньше, что прошлый опыт, то есть прошлые уровни и модели поведения можно отбросить. Один из способов выразить принцип непрерывности в конкретных терминах может быть следующим. Если вы посмотрите на фондовый рынок в целом, то на собственном опыте убедитесь, что после значительного роста он не только падает, это очевидно, но и опускается до уровней значительно ниже предыдущих максимумов. Следовательно, всегда можно было купить акции по более низким ценам, а не завышенным котировкам из текущего движения. Проще говоря, это означает, что инвестор, который говорит, что не хочет покупать ценные бумаги по высоким ценам, потому что они не привлекают его на исторической или аналитической основе, может указать на прошлый опыт, чтобы оправдать предположение, что у него еще будет возможность купить их по более низкой цене. И не только ниже текущих высоких цен, но и ниже предыдущих высоких уровней. Таким образом, если пожелаете, вы можете взять предыдущие высокие уровни как меру опасной точки на фондовом рынке для инвесторов. И я думаю, вы обнаружите, что прошлый опыт поможет вам использовать их в качестве практического руководства. Так, если вы посмотрите на график промышленного индекса Доу-Джонса, то увидите, что никогда не было такого момента, когда уровень цен раз и навсегда выходил из своей прошлой области колебаний. Именно на это я пытался обратить ваше внимание в последние несколько минут. Другой способ проиллюстрировать принцип непрерывности – посмотреть на долгосрочные доходы промышленного индекса Доу-Джонса. У нас есть данные с 1915 года, то есть более чем за 30 лет, и удивительно видеть, с какой настойчивостью доходы Доу-Джонс Индастрия Леверидж возвращаются к показателю около 10 долларов за единицу. Это правда, что они неоднократно отклонялись от него. В 1917 году, например, они поднялись до 22 долларов за единицу, но в 1921 году они не заработали ничего. А через несколько лет они вернулись к 10 долларам. В 1915 году заработок за единицу составлял 10,59 доллара. В 1945 году он был практически таким же. Все промежуточные изменения, похоже, были лишь колебаниями вокруг центральной цифры. Ну и как вам идея непрерывности? Второе, о чем я хочу поговорить – это избирательность. Вот идея, которая в значительной степени ввела в заблуждение аналитиков и консультантов по ценным бумагам. В течение нескольких недель, предшествовавших недавнему спаду на фондовом рынке, я заметил, что многие консультанты брокерских контор говорили, что теперь, когда рынок перестал непрерывно расти, нужно проявлять избирательность в своих покупках. И таким образом вы все еще можете извлечь выгоду от изменения цен на ценные бумаги. Что ж, логично, что если вы определяете избирательность как выбор акций, которые впоследствии сильно вырастут, больше, чем остальные, вы получите какую-то выгоду. Но это слишком очевидное определение. Комментаторы имеют в виду, как видно из их фактических аргументов, что если вы купите ценные бумаги, которые, вероятно, имеют хорошие перспективы заработка, то вы выиграете в рыночных условиях, в то время как если вы купите другие, то не выиграете. История показывает, что это очень правдоподобная, но крайне ошибочная идея. Именно поэтому я назвал концепцию избирательности обманчивой. Один из самых простых способов проиллюстрировать это Взять две ценные бумаги из индекса Dow Jones Average это National Distillers и United Aircraft. Вы увидите, что в 1940-х и 42-х годах National Distillers продавалась по более низким средним ценам, чем в 1935-х и 1939-х годах. Несомненно, существовало общее мнение, что перспективы компании не очень хорошие. Прежде всего потому, что считалось, что война будет не очень хорошим подспорьем для такого роскошного вида бизнеса, каким любезно считается изготовление виски. Точно так же вы обнаружите, что в 1940-х и 42-х годах акции United Aircraft Company пользовались большим уважением, чем обычные акции. Потому что считалось, что у этой компании были особенно хорошие перспективы заработать деньги. Так оно и было. Но если бы вы купили и продали эти ценные бумаги, как, по-видимому, поступило большинство людей, исходя из этих очевидных различий в перспективах, вы бы совершили большую ошибку. Ибо, как видите, National Distillers недавно выросла с минимума 1940 года более чем в 5 раз. И сейчас продается почти в 4 раза дороже цены 1940 года. Покупатель United Aircraft получил бы очень небольшую прибыль по лучшей цене, а сейчас потерял бы треть своих денег. Этот принцип избирательности можно исследовать и другими способами. Теперь, рассматривая эти две вещи так подробно, я хочу донести до вас тот факт, что то, что кажется очевидным и простым людям с Wall Street, а также их клиентам, на самом деле совсем не очевидно и не так уж и просто. Вы не добьетесь хороших результатов в анализе ценных бумаг, делая простую и очевидную вещь, выбирая компании, которые, вероятно, имеют хорошие перспективы. Будь то автомобильная промышленность, строительная промышленность или любая другая комбинация компаний, о которых почти каждый может сказать вам, что вы будете наслаждаться хорошим бизнесом в течение нескольких лет. Этот метод слишком прост и слишком очевиден, и главный факт заключается в том, что он не работает. Метод селективности, который, по моему мнению, действительно хорошо работает, основан на продемонстрированной разнице в стоимости, представляющей собой применение методов анализа ценных бумаг, которые были хорошо отработаны и протестированы. Эти методы часто указывают на то, что ценная бумага недооценена, или, по крайней мере, что она определенно более привлекательна, чем другие ценные бумаги, с которыми ее сравнивают. В качестве примера можно привести сравнение трех групп обыкновенных акций, проведенное в издании «Анализа ценных бумаг» 1940 года. Они сравнивались по состоянию на конец 1938 года, то есть непосредственно перед началом войны. В одну из этих групп входили обыкновенные акции, которые считались спекулятивными, потому что их цена была высокой. Вторая содержала акции, которые также считались спекулятивными из-за их нерегулярности, а третья группа содержала акции, которые считались привлекательными инвестициями, потому что они соответствовали инвестиционным тестам с количественной точки зрения. Позвольте мне теперь упомянуть название акций и кратко указать, каково их положение на сегодняшний день. Группа «А» состояла из General Electric, Coca-Cola и Jones Manville. Их совокупная цена в конце 1938 года составляла 281 доллар, а на последних минимумах 303 доллара. То есть они подорожали всего на 8%. Вторая группа, о которой мы не высказывали никакого мнения, кроме того, что она не поддается хорошему анализу, в конце 1938 года продавалась в совокупности по 124 доллара, а на последних минимумах по 150 долларов, что означает рост на 20%. Три акции, о которых говорили как о привлекательных инвестициях с количественной точки зрения, в конце 1938 года продавались по 70,5 долларов. Их стоимость на недавних минимумах составила 207 долларов, и это рост на 190%. Конечно, эти представления могут быть просто совпадением. Нельзя доказать принцип на одном или двух примерах. Но я думаю, что это достаточно хорошая иллюстрация результатов, которые вы должны получить в среднем, используя инвестиционные тесты по достоинству. Наконец, я хочу перейти к самому уязвимому месту рынка ценных бумаг в период недавнего подъема, а именно к области размещений новых обыкновенных акций. Совокупная сумма этих размещений не очень велика и исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку типичные вовлеченные компании сравнительно небольшие. Но я думаю, что влияние этих размещений на положение людей на Уолл-стрит было весьма значительным, потому что все эти предложения были куплены людьми, которые, я совершенно в этом уверен, не знали, что они делают, и поэтому были подвержены очень внезапным изменениям в отношении своих инвестиций. Если вы действительно внимательно изучите типичные предложения, которые мы видели за последние 12 месяцев, то, я думаю, вы согласитесь с заявлением, сделанным комиссией по ценам бумагам и биржам 20 августа 1946 года. В нем говорится, что быстрота, с которой многие новые ценные бумаги, очевидные риски которых четко указаны в регистрационном заявлении, расхватывают по ценам, намного превышающим любую разумную вероятность доходности, является достаточным доказательством того, что преобладающий спрос на ценные бумаги включает в себя заметный элемент слепого безрассудства, которое очень трудно излечить. И это действительно так. Удивительным является тот факт, что чем хуже была ценная бумага, тем относительно выше была цена, по которой она была продана. Причина в том, что большинство надежных ценных бумаг уже были проданы публике и находились в ее распоряжении, и их рыночная цена была основана на обычных действиях покупателей и продавцов. Я думаю, что рыночная цена новых ценных бумаг в значительной степени определялась тем фактом, что продавцы ценных бумаг могли продать любую ценную бумагу по любой цене. И поэтому существовала тенденция к тому, что цены на эти новые ценные бумаги были выше, чем на другие, более качественные. Я думаю, стоит рассказать вам немного об одном из самых последних проспектов, который изложен в Standard Corporation от 13 сентября около недели назад. Я не думаю, что эти акции были проданы, но планировалось продать их по цене 16 долларов за акцию. Название компании Nofforn Engraving and Manufacturing Company. И мы имеем простую схему. В обращении находится 250 тысяч акций, часть из которых должна быть продана по цене 16 долларов за счет акционеров. Это означает, что на рынке эта компания должна была оцениваться в 4 миллиона долларов. Итак, что получил новый акционер за свою долю в 4 миллиона долларов? Во-первых, он получил материальный капитал на сумму 1 350 000. Таким образом, он заплатил в 3 раза больше денег, чем было вложено в бизнес. Во-вторых, он получил доход, который можно довольно быстро посчитать. За 5 лет с 1936 по 1940 год компания торговала в среднем за 21 цент на акцию. За 5 следующих лет, которые закончились в 1945 году, цена составила в среднем 65 центов на акцию. То есть, цена в 16 долларов в 25 раз дороже до военных доходов. Но, естественно, должен был быть какой-то фактор, который сделал такую цену возможной. И мы находим его в полугодие, которое закончилось 30 июня 1946 года, когда компания заработала чистую прибыль 1,27 доллара на акцию. Говоря обычным языком Уолл-стрит, можно сказать, что акции на самом деле должны быть проданы в 6,5 раз больше выручки, ведь она составляет 2,54 доллара в год, а 16 долларов в 6 или в 7 раз больше. Конечно, достаточно плохо предлагать публике что-либо, основываясь только на данных о доходах за последние 6 месяцев, когда все остальные цифры заставляют цену казаться такой необычайно высокой. Но в данном случае, как мне кажется, ситуация необычна в другом отношении, в отношении характера бизнеса. Компания производит металлические таблички с названиями, циферблаты, панели и тому подобное. Продукция производится только по договорам купли-продажи и используется производителями двигателей, контроллеров, оборудования и так далее. В нашем курсе по анализу ценных бумаг мы не уделяем особого акцента на промышленном анализе, и я не собираюсь подчеркивать это здесь. Но мы должны предположить, что аналитик по ценным бумагам обладает определенным деловым чутьем, и несомненно он спросит себя, сколько прибыли может получить компания в этой сфере бизнеса, работая по контрактам на покупку с автомобильными и другими производителями, как в отношении инвестированного капитала, так и в отношении продаж. За шесть месяцев, закончившихся в июне 1946 года, компания заработала 15% от продаж после уплаты налогов. Ранее она обычно зарабатывала около 3-4% от продаж после уплаты налогов. Мне кажется, любому должно быть понятно, что эти экстраординарные доходы могли быть получены только при определенной ситуации в конкретное время на рынке. Я думаю, очевидно, что в более благоприятных условиях этот вид бизнеса обречен на получение небольшой прибыли от продаж и лишь умеренной суммы от чистой стоимости, поскольку он не может предложить ничего особенного, кроме ноу-хау по производству относительно небольших гаджетов для покупателей. Я считаю, это хорошо иллюстрирует то, что было предложено публике на этом недавно появившемся новом рынке ценных бумаг. Есть бесчисленное множество других иллюстраций, которые я мог бы привести. Я хотел бы упомянуть одну, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания из-за ее контраста с другими ситуациями. Компания Taylor Craft, производитель небольших самолетов. В июне 1946 года они продали 20 тысяч акций по цене 13 долларов. Компания получила 1 доллар, затем они проголосовали за разделение акций в отношении 4 к 1 и сейчас акции котируются примерно на уровне 2,5 или 2,3 четвертями долларов, что эквивалентно примерно 11 долларам за проданную акцию. Если вы посмотрите на компанию Taylor Craft, то обнаружите в ее картине несколько довольно необычных вещей. Начнем с того, что сегодня компания продается примерно за 3 миллиона долларов, и это при довольно слабом рынке. Оборотный капитал, указанный по состоянию на 30 июня 46 года составляет всего 103 тысячи долларов. Они способны показать такой объем оборотного капитала, во-первых, после включения выручки от продажи этих акций, а во-вторых, после того, как они не показали в качестве текущего обязательства налог на сверхприбыль в размере 196 тысяч долларов, которого они пытаются избежать с помощью раздела 722. Это единственная известная мне корпорация, которая, поддав такое заявление, не показала свой налог на сверхприбыль как текущее обязательство. Они также показывают авансы, подлежащие погашению в течение одного года в размере 130 тысяч долларов, которые, конечно, не обязательно показывать как текущее обязательство. Наконец, компания показывает 2 миллиона 300 тысяч долларов за акции и излишки, что не так много, как рыночная цена акций. Но даже здесь мы отмечаем, что на самом деле завод был оценен в миллион 150 тысяч, так что примерно половина запасов и излишков представлена тем, что я бы назвал произвольной наценкой на завод. Есть еще несколько интересных вещей о самой компании Taylor Craft Company и есть еще более интересные вещи, если сравнивать ее с другими авиационными компаниями. Во-первых, Taylor Craft Company некоторое время не публиковала отчеты и, очевидно, находилась в не слишком комфортном финансовом положении. Поэтому она организовала продажу акций в таком количестве, которое не требовало регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам. Но для компании, находящейся в плохом финансовом положении, продажа акций для поддержания финансового положения и одновременное дробление своих акций четыре к одному вещь весьма необычная. Мне кажется, такого рода операции, как разделить акции с 11 долларов до трех, довольно далеко продвинулись в направлении торговли на самых неразумных элементах покупки акций на Уолл-стрит, которые вы можете найти. Но по-настоящему удивительная вещь. Если взять Taylor Craft и сравнить ее, скажем, с другой компанией, такой как Curtis Wright. До сплита компании Taylor Craft и Curtis Wright очевидно продавались примерно по одной и той же цене, но это мало что значит. Компания Curtis Wright похожа на United Aircraft тем, что ее цена сейчас значительно ниже средней цены 1939 года. Последняя составляла 8,75, а недавняя цена 5,75. Тем временем компания Curtis Wright нарастила свой оборотный капитал с 12 миллионов долларов до примерно 130 миллионов долларов. Получается, что эта компания продается на рынке значительно меньше, чем за две трети своего оборотного капитала. Компания Curtis Wright является крупнейшим производителем самолетов в этой области, а компания Taylor Craft вероятно одна из самых маленьких. Иногда в малом размере есть преимущества, а в большом недостатки. Но трудно поверить, что небольшая компания, находящаяся в слабом финансовом положении, может стоить намного больше, чем ее материальные инвестиции, когда крупнейшие компании в этой же области продаются с очень большими скидками от своего оборотного капитала. В тот период, когда Taylor Craft оценивала свои основные средства с помощью этой оценочной цифры, крупные компании, такие как United Aircraft и Curtis Wright, снизили стоимость своих заводов практически до нуля, хотя количество квадратных футов, которыми они владели, было огромным. Таким образом, в этих двух типах компаний сложилась прямо противоположная ситуация. Контраст, который я вам привожу, на мой взгляд, иллюстрирует не только очевидное злоупотребление на рынке ценных бумаг за последние два года, но и тот факт, что аналитик по ценным бумагам во многих случаях может прийти к вполне определенным выводам, что одна ценная бумага относительно непривлекательна, а другие ценные бумаги привлекательны. Я думаю, что на сегодняшнем рынке существует та же ситуация, которая существовала на рынках ценных бумаг всегда, а именно, что существуют большие и очевидные расхождения в стоимости. Не в большинстве случаев, но в достаточном количестве случаев, чтобы сделать эту работу интересной для аналитика по ценным бумагам. Когда я упомянул о том, что Кертис Райт продается на две трети или даже меньше своего оборотного капитала, мои мысли снова вернулись к последней войне. И я думаю, что на этом можно было бы закончить, потому что это дает вам представление о непрерывности рынков ценных бумаг. Во время последней войны, когда вы только что начинали заниматься самолетами, компания Райт Аэронавтикл Кампани была главным заводом в этом бизнесе. И она неплохо преуспела на своем небольшом пути, заработав много денег. В 1922 году никто, казалось, не был уверен в будущем компании Райт Аэронавтикл Кампани. Некоторые из вас помнят наше упоминание о ней в анализе ценных бумаг. Тогда акции этой компании продавались по 8 долларов за акцию, в то время как ее оборотный капитал составлял около 18 долларов на акцию. Предположительно, рынок посчитал, что ее перспективы были очень непривлекательными. Впоследствии, как вы, возможно, знаете, эта акция выросла до 280 долларов за акцию. Сейчас интересно наблюдать, как после Второй мировой войны Кертис Райт снова рассматривается как, предположительно, совершенно непривлекательная компания. Ведь она снова продается лишь за небольшой процент от стоимости своих активов, несмотря на то, что заработала очень много денег. Я не прогнозирую, что в ближайшие 10 лет Кертис Райт будет развиваться так же, как Райт Аронавтикл Кампани после 1922 года. Шансы против этого очень велики. Потому что, если я помню цифры, у Райт Аронавтикл в 1922 году было всего около 250 тысяч акций, а у Кертис Райт около 7 миллионов 250 тысяч, что является вопросом огромной важности. Но интересно посмотреть, насколько непопулярными могут стать компании просто потому, что их ближайшие перспективы затуманены в спекулятивном сознании. Я хочу сказать еще одну вещь о представлении Кертис Райт, которое уводит нас в область методов анализа, о которых я намерен поговорить на следующем занятии. Изучая доходы компании Кертис Райт за последние 10 лет, вы обнаружите, что доходы, показанные из года в год, довольно хороши, но истинные доходы были значительно выше из-за того, что большие резервы были списаны с этих доходов, которые в итоге появились в виде текущих активов в балансе. Этот момент имеет огромное значение в современной технике анализа. При анализе показателей компании за военный период очень важно, чтобы вы делали это балансовым методом или, по крайней мере, использовали баланс в качестве проверки. Иными словами, вычтите балансовую стоимость на начало периода из балансовой стоимости на конец периода и прибавьте дивиденды. Эта сумма с поправкой на операции с капиталом даст вам прибыль, фактически полученную компанией за указанный период. В случае с Кертис Райт мы имеем целых 44 миллиона долларов разницы между доходами, показанными в отдельных отчетах, и доходами, показанными при сравнении излишков и резервов на начало и конец периода. Только эти избыточные или нераскрытые доходы составляют более 6 долларов за акцию, которые сегодня продаются примерно по той же цене. Субтитры создавал DimaTorzok